Напоминаю, вы смотрите телеканал «Вариант» и у нас в студии заведующая отделением медицинской профилактики городской клинической больницы номер 5 Ольга Беляева. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие телезрители. Диспансеризация населения. Сегодня так звучит наша тема. О важности диспансеризации, о важности сохранения здоровья мы слышим постоянно. Каждый гражданин обязан заботиться о своем здоровье. И вот зачем здесь диспансеризация? Вообще, что такое диспансеризация? Может, кто-то не знает. Давайте расшифруем. Ну, если просто говорить, диспансеризация – это скрининг. То есть это как сито, когда мы просеиваем, обследуем большое количество населения для того, чтобы выявить, пусть небольшое количество пациентов, но у которых заболевания на начальных этапах. То есть тогда, когда наши мероприятия лечебные, профилактические, наиболее эффективные. Диспансеризация – это комплексное мероприятие, которое состоит из ряда обследований и завершается все в обязательном порядке анализом результатов участковым врачом-терапевтом с целью дальнейшей диагностики, направления на дальнейшее обследование к узким специалистам. Выставляется группа здоровья, группа диспансерного наблюдения, и пациент ставится под диспансерное наблюдение непосредственно либо у участкового терапевта, либо у узких специалистов. Очень часто мы слышим от пациентов, зачем нам нужна диспансеризация, я и так знаю, какие у меня есть заболевания. Вот как раз диспансеризация и профилактические осмотры направлены на выявление той патологии, о которой пациент не знает. То есть это как бы перечень обязательных обследований, которые нужно пройти, как правило, один раз в год, для того, чтобы быть спокойным, что вот этого, вот этого и вот этого у меня нет. Диспансеризация и профилактические осмотры проводятся для всего взрослого населения, начиная с возраста 18 лет и пожизненно, ежегодно. Только объем мероприятий, он меняется, и номинование мероприятия тоже меняется. Так, в частности, диспансеризация в возрасте от 18 до 39 лет проводится один раз в три года. Между этим в возрасте 19-20 лет, допустим, 22-23 года проводится профилактический медицинский осмотр. Для населения 40 лет и старше диспансеризация ежегодна, и, конечно, желательно ее проходить. Различается перечнем обследований, проводимых в разные возраста и в зависимости от пола пациента. Диспансеризация – это, на самом деле, очень хорошее мероприятие. Для государства это достаточно затратное мероприятие. Для пациента, как правило, большинство обследований можно пройти достаточно быстро и получить результат в течение нескольких дней. Каким образом привлекается население к диспансеризации? Куда вы ходите? К нам пришли, рассказываете. Это тоже один из способов привлечения. А так? Информацию о диспансеризации можно встретить сейчас на каждом шагу. Конечно же, доктора направляют на диспансеризацию. Пациентам страховые компании рассылают приглашение на диспансеризацию в виде смс-сообщений. Мы можем видеть это на сайте госуслуг, когда заходим. Мы с вами видели баннеры, размещенные в городе, плакаты. Мы с вами видели такие социальные профилактические направленности ролики по телевидению. И были, и сейчас идут. То есть, по радио неоднократно проходила соответствующая информация. Доктора выступают, различные общественные деятельности. На самом деле, мероприятия очень хорошие. И не каждая страна может себе позволить такие профилактические мероприятия. Это как раз забота о населении, когда государство пытается выявить те заболевания, которые еще на скрытом, на начальных этапах, на ранних стадиях, чтобы помочь человеку справиться с этими заболеваниями. И чтобы, в конце концов, конечный результат, который ожидается, это увеличить продолжительность жизни. И не просто увеличить продолжительность жизни, а увеличить продолжительность комфортной жизни, чтобы мы жили и радовались. Насколько активно люди идут на диспансеризацию? И насколько со временем, за последние 5 лет, допустим, увеличилось количество или уменьшилось? И от чего это зависит? Идут очень активно. Более того, что сейчас я наблюдаю, то, что стали приходить целыми семьями. Раньше это как-то было не очень распространено, а сейчас это стало правилом хорошего тона уже. То есть идут, как правило, и старшие поколения, и за собой ведут младшие. Супруги часто приходят. Причем есть семьи, пары, которые приходят примерно в одно и то же время каждый год. И с улыбкой, как правило, приходят. И так и говорят, мы пришли проверить, чтобы быть спокойными. И дальше уже, как правило, выезжают или в санатории, или едут куда-то на отдых. Вот чтобы быть спокойными, прошли обследование и спокойно поехали отдыхать. То есть сейчас это все более и более распространено. И самое главное, это сейчас в таком положительном контексте, как правило. Есть ли какие-то месяца, в которых удобнее пройти диспансеризацию? Ну, там, я не знаю, меньше людей, больше людей. Потом, я думаю, часто сталкиваетесь с тем, что пациент говорит, не хочу стоять в очереди и так далее. Да, совершенно верно. В поликлиниках, как правило, в летний период наблюдается отток пациентов. И в это время у нас доступность прохождения обследований резко повышается. Резко. Когда пациент приходит и может пройти в течение одного дня все обследования, но за заключением к врачу-терапевту, как правило, это требуется прийти во второй визит, поскольку есть определенные сроки готовности заключения по тем или иным анализам или обследованиям. Вот начали говорить о том, что в зависимости от возраста, в зависимости от гендерной принадлежности, вот те самые обследования, они разные. Чем отличаются в общих чертах? Как правило, когда мы становимся постарше, риск возникновения или развития тех или иных заболеваний увеличивается. Поэтому в молодом возрасте там перечень обследований совсем небольшой. Направлен прежде всего на раннюю диагностику сердечно-сосудистых заболеваний и визуальных локализаций, то есть видимых локализаций онкологических заболеваний. А вот когда человек становится постарше, патология становится более сложной, более трудновыявляемой, и количество обследований, соответственно, меняется и уровень обследований. Например, вот если в молодом возрасте, 18 лет, это, как правило, анкетирование, то есть когда выявляются жалобы пациента и факторы риска, измерение роста веса, расчета индекса массы тела, измерение внутриглазного давления при первом прохождении профилактического осмотра или диспансеризации, это у женщин осмотр или у девушек осмотр фельдшера-акушерки или врача-акушера-гинеколога, это измерение определения сахара-холестерина. Если молодой человек или девушка первый раз пришли на профосмотр и диспансеризацию, проводится электрокардиография. И визуальный осмотр терапевта, определение сердечно-сосудистого риска, краткопрофилактическое консультирование по выявленным факторам риска. То есть мероприятия не такие сложные, как, например, у возрастных пациентов, у которых добавляется в определенные возраста, например, анализ калоноскрытую кровь иммунохимическим методом, позволяющий провести раннюю диагностику онкологических заболеваний толстого кишечника в возрасте с 40 до 64 лет раз в 2 года проводится, а вот уже с 65 до 75 лет ежегодно. В 45 лет, например, пациентам данной возрастной группы и мужчинам, и женщинам предусмотрено проведение ФГДС, то есть фиброэзофагогастродоаденоскопии. Это связано с тем, что в этом возрасте наиболее часто выявляют скрытые онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта. У мужчин в определенные возраста добавляется исследование онкомаркера кровь на ПСА. Это белок, который вырабатывается в предстательной железе и, опять же, на ранних стадиях позволяет диагностировать онкологические или воспалительные заболевания предстательной железы у мужчин. С молодого возраста и до 64 лет у женщин берется мазочек шейки матки на цитологию, то есть это, опять же, с целью ранней диагностики рака шейки матки. У женщин в возрасте с 40 лет до 75 лет, включительно, раз в два года проводится исследование молочных желез, рентгенологическое исследование, которое называется маммография. То есть перечень обследований достаточно большой, причем, вот я перечислила, это не все обследования. Общий анализ крови входит, также сахар крови и холестерин крови. Кроме того, если пациенту по результатам вот этих обследований или при наличии определенных показаний, доктор считает, что пациент нуждается в более углубленном обследовании, на втором этапе диспансеризации, уже участковым врачом-терапевтом пациент может быть направлен на такие исследования, как рентгенологическое исследование или компьютерно-томография лёйких, доплексное сканирование брахиоцефальных артерий, спирометрия, консультация проктолога, ректороманоскопия, колоноскопия, консультация уролога, консультация невролога, лор, офтальмолога. То есть к этому всему есть определенные показания, есть определенные возрастные периоды. Это хорошо знает любой врач-терапевт. Так что диспансеризация не ограничивается только каким-то определенным перечнем обследования, которое проводится на первом этапе. Что нужно знать пациенту? Как записаться на диспансеризацию? На самом деле сейчас запись доступна во всех поликлиниках. Записаться можно по телефону горячей линии 122. Во всех поликлиниках работают колл-центры на запись или центры предварительной записи. В нашей поликлинике это колл-центр. У нас есть телефон колл-центра 77-34-90. Пациент звонит и записывается на удобный день и время. Кроме того, доступна запись через интернет, через сайт к врачу 33 или через госуслуги. Но здесь надо выбрать участкового врача-терапевта, поскольку завершают диспансеризацию именно участковые доктора. И записаться можно, непосредственно обратившись в поликлинику, в центр предварительной записи. Как правило, тоже направляют либо в кабинеты, либо в отделение медицинской профилактики, которые есть при данном учреждении. Буквально минута у нас остается. Скажите нашим зрителям, почему мы об этом говорим все предыдущее время, но тем не менее, почему диспансеризация важна? Диспансеризация важна для самого человека, для того, чтобы быть спокойным. Вот пришел, прошел обследование, убедился, что у меня нет первого, второго, третьего, и счастливый, продолжаем жить дальше, решать свои проблемы со здоровьем, бытовые проблемы, семейные проблемы. Но мы спокойны, что вот этой патологии, которая сокращает продолжительность жизни у нашего населения, у меня нет. Поэтому приходите, пожалуйста, по записи, без записи, приходите к вашим участковым докторам, и спонсоризация – это действительно очень хорошее дело. Спасибо большое. Я напоминаю, что наши гости сегодня заведующие отделением медицинской профилактики городской клинической больницы номер 5, Ольга Беляева. Ольга, спасибо вам. Спасибо.